Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем разбирать шестой модуль учебника Spotlight за девятый класс. Итак, Town and Community. Перед тем, как вы начнете его изучать, как всегда, предлагается ответить на несколько вопросов. Who is your favorite artist? Кто твой любимый художник? Describe your favorite painting, a well-known painting to your partner. Опишите вашу любимую картину или хорошо известную картину вашему партнеру. Далее, ребята, вам предлагается посмотреть на модуль шестой и найти номера страниц для картинок 1-4. Ребята, picture number one is on page 89. Картинка первая на страничке 89. Далее, picture number two is on page 102. Значит, на страничке 102. Вторая картинка. Picture number three is on page 90. Третья картинка на страничке 90. И picture number four is on page 96. Итак, ребята, и далее вам предлагается найти номера страниц для street map, карты, уличной карты, то есть какой-то карты. Далее, это у нас page 92, страница 92. A quiz – это как какая-то викторина. It is on page 95. И a quotation – цитату. Это у нас на страничке 103. Page 103. Окей, ребята, дальше, как всегда, рассказывается, что вы будете делать в данном модуле. И давайте непосредственно перейдем к буковке A. Задание первое. Look at the pictures. Which of the following can you see? Посмотрите на картинке. Что вот на данной картинке, да? Что из следующего вы можете увидеть? И пример, ребята. Picture A shows a woman helping a disabled senior citizen. Картинка A показывает женщину, которая помогает престарелым гражданам с какими-то дееспособностями, с ограниченными возможностями. Далее. Picture B shows… Картинка B показывает кого? A man visiting senior citizens. То есть мужчину, который посещает престарелых граждан. Далее. Picture C shows… Картинка C показывает… Так. People giving supplies to victims of a earthquake. Людей, которые помогают жертвам землетрясения. И picture D shows… People helping to clean up a pond. Людей, которые помогают прочистить пруд. И, соответственно, people helping out at animal shelter. Людей, которые помогают в убежище для животных. В приюте для животных нет. Далее. Человек помогает престарелым гражданам, сказали. Так. Это тоже у нас было под буковкой A. Женщина, которая помогает. People planting trees. Люди сажают растения. Этого не было. Про пруд было. A person working with children. Человек, который работает с детьми. Его не было здесь. И последнее было жертвой землетрясения. Далее, ребята. Задание под буковкой B. Have you ever done any of these things? Вы когда-нибудь делали что-нибудь из этих вещей? If not, which one would you like to do? Если нет, что вы хотели бы и поделать? Why? Tell the class. Почему? Расскажите классу. Ну, ребята, вы можете сказать, что I have never done any of these things. Я никогда не делала какие-то из этих вещей. Или вы можете сказать I have helped. Например. I have helped out at an animal shelter. Или я помогал в приюте для животных. И что бы вы хотели делать? Например, вы можете сказать I would like to... Например, plant trees. Я бы хотел сажать растения. А, и что касается на картинке, вы можете сказать I would like to... Например, I would like to clean up a pond. Я хотела бы помочь почистить пруд. Далее, второе, ребята, задание. Read the title of the text. Then read the first and the last sentences in each paragraph. What is the text about? Прочитайте название текста. Затем прочитайте первое и последнее предложение в каждом параграфе. О чем этот текст? Listen, read and check. Послушайте, прочитайте и проверьте. Давайте попробуем. Learning a helping... Ой, извините. Lending a helping hand. Т.е. мы протягиваем руку помощи. Most teens hang out with their friends or watch TV after school. But 15-year-old Richard Evans is different. He helps out at a local animal shelter. Итак, большинство подростков встречаются с друзьями или смотрят телевизор после школы. Но Richard Evans – другой. 15-летний Richard Evans – другой. Он помогает в приюте, в местном приюте для животных. Итак, читаем. I started working at the animal shelter after school a year ago. Я начала работать в приюте для животных после школы год назад. Some people came to my school to give a talk about ways teens can help out in the community. Итак, какие-то люди приходили к нам в школу, чтобы рассказать о том, как подростки могут помочь общественности. I liked, ну, точнее, сообществу, где они живут, имеется в виду, да? I liked the idea of getting involved with something worthwhile. And as I've always loved animals, the shelter seemed the natural choice for me. Итак, мне нравится идея быть вовлеченным во что-то, что того стоит, во что-то ценное, имеется в виду. И, так как я всегда любила животных, приют показался для меня, ну, как бы, естественным выбором. Второе. Basically, I help out for a couple of hours about twice a week, more in the holidays. Sometimes I help the staff members feed and clean the exercise and exercise the animals. В основном я помогаю пару часов дважды в неделю, больше на каникулах. Иногда я помогаю персоналу кормить и чистить, и упражняться с животными. Other times I answer phone calls or help members of the public to choose a pet. В другие времена я отвечаю на телефонные звонки и помогаю как бы общественным, то есть народу, членам публики, так сказать, выбрать животное. Ребята, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться в следующем году. Я буду выкладывать много видео касательно 10 класса, и они обязательно вам помогут, потому что будет достаточно сложно. И обязательно поставьте лайк, если вы благодарны за это видео, и оно вам помогло. Итак, в прошлом году, во время летних каникул, я также говорила с некоторыми группами детей о том, чтобы присматривать за животными как бы тщательно, хорошо, делать это хорошо. И о важности показывать доброту к животным. I especially enjoyed that. Я особенно этим наслаждался. Итак, ребята, далее. Смотрите. Старые skills. Навыки изучения языка. Matching headings to the paragraphs. Соединяем заголовки с параграфами. Read the headings. Прочитайте заголовки. Then read the text quickly to get an idea of what it is about. Затем прочитайте текст быстро, чтобы понять, о чём он. Получите идею, да? Look for keywords and synonyms to help out match the headings to the ideas in the paragraphs. Смотрите ключевые слова и синонимы, чтобы помочь соединить заголовки с идеями параграфа. Go through the choices of headings and choose the one that fits best. Пройдитесь по вариантам и выберите тот, который подходит больше всего. Так, ребята, и мы с вами далее продолжаем читать текст. Третий. When most people think of animal shelters, they think of cats and dogs. Когда большинство людей думает об убежищах для животных, они думают о котах и собаках. Well, there are plenty of boats at our shelter, but there are sometimes farm animals there too, such as horses, sheep, goats, chickens, dogs, and ones, even a lumber, who we named Jack. Итак, да, и тех и других в нашем приюте, да, схватает, но там также есть как бы животные фермы, такие как лошади, овцы, козы, цыплята, утки и однажды даже лама, которую мы назвали Jack. Most of the animals are either brought to the shelter by their owners because they can no longer take care of them, or they are removed from their homes because they are not being looked after properly. Большинство животных либо были принесены в убежище своими хозяевами, потому что они не могли больше заботиться о них, или они как бы их перевезли, дислоцировали, так сказать, из их дома, потому что за ними нехорошо присматривали. Once I went with a member of staff to rescue a pony from a farm where it had been extremely neglected. Однажды я ездил с одним из членов персонала, чтобы спасти пони с фермы, где ей очень сильно пренебрегали. I found it hard not to burst into tears when I first saw the pony, but I was pleased to report that he made a full recovery at the shelter. Мне было сложно сдержать слезы, когда я впервые увидел пони, но я был доволен доложить о том, что в убежище она прошла полное выздоровление. Далее, ребята, четвертое. Ребята, обязательно поставьте лайки, если мое видео вам помогает в ответ. Буду вам тоже очень благодарна. Итак, some of the animals need more care than usual, so a foster home is found for them. Итак, некоторые животные нуждаются в большей заботе, чем обычно, и поэтому для них находят приемные дома. I have taken home two little kittens before, as well as an injured guinea pig and a puppy that had been found abandoned in a rubbish bin. Итак, я взял домой двух маленьких котенков, до этого и раненую морскую свинку, и щенка, которого нашли брошенного в мусорке. Sometimes my mom jokes that our house is more like a zoo than a home. Иногда моя мама шутит, что наш дом больше как зоопарк, чем как дом. Пятое. Some summer is the busiest time for shelters, with many people simply abandoning their pets when they go on holiday. Итак, лето – обычно самое занятое время для приютов, потому что многие люди просто бросают их животных, когда они ездят на каникулы. Боже, какой жалкий, печальный текст. Итак, so why not ask to volunteer at your local shelter this summer? Итак, почему бы вы не попроси, как бы и вам не попроситься волонтера в местный приют этим летом? Or you could do something else, such as going to a charity event or volunteering to visit a senior citizen for a few hours a week. Или вы могли сделать что-то еще, например, пойти на благотворительные события или как бы быть волонтерами и посещать престарелых граждан несколько часов в неделю. I have learned a lot about myself and others through volunteering, and I have met a lot of interesting people too. Я многому научилась у себя и других через свою волонтерскую работу. И я также встретил многих интересных людей. Так, окей, ребята, и теперь перейдем к третьему заданию. Read the text again and match the headings to the paragraphs. Прочитайте текст снова и соедините заголовки с параграфами. There is one that you do not need to use. Есть один, который вам не нужно использовать. Compare answers with a partner. Сравните ответы с партнером. Окей, ребята, давайте попробуем. Итак, значит, давайте попробуем соединить заголовки и параграфы. Ребята, значит, заголовок под буковкой. Ладно, давайте так. Первый параграф – это reasons why – причины почему. То есть, почему он был вовлечен в волонтерскую работу. Далее. Второй параграф, ребята, это буковка I – odd jobs. Как бы странные работы. Далее. Ребята, третий параграф – это буковка D – all shapes and sizes. Все формы и размеры. Давайте посмотрим. То есть, здесь говорится о животных, любых животных и животных любого размера, которые могут быть в убежище. Дальше. Четвертый, ребята, это буковка A – special needs. То есть, животные, которым нужна особая забота. И пятый параграф – это F – it all helps. То есть, все помогает все. Итак, ребята, и теперь мы с вами переходим к четвертому заданию. Make a list of all animals mentioned in the text. Spend three minutes adding as many animals as you can to your list. Compare with your partner. List the animals under headings such as farm, wild, birds, fish. Итак, сделайте список всех животных, упомянутых в тексте. Проверьте. Потратьте три минуты, чтобы добавить в него животных в свой список. То есть, вы должны добавить животных сами. К тому же, сравните со своим партнером. И животные должны быть под заголовками farm animals, животные фермы, wild animals, дикие животные, birds, птицы, фиш, рыба. Ребята, ну, животные фермы тут понятно, да? Hand, dog, что еще? Вот здесь ducks, chickens, horses, sheep, goats и так далее. Далее, wild animals. Дикие животные. Какие бывают дикие животные? Я не вижу их много в тексте, да? Ну, например, вы знаете, да? Tiger, elephant, lion. Далее, птицы. Птицы, какие бывают? Parrot, попугай. Пиджин, голубь. Далее, рыба. Рыба какая бывает? Salmon, лосось, trout. Так, trout – это форель, да? Я не знаю, cod, например. Tuna, тунец, скот и так далее. Ребята, пятое задание. Fill in. Заполните. Make sentences about Richard using the completed phrases. Сделайте предложение о Ричарде, используя законченные фразы. Итак, animal, shelter – убежище для животных. Далее, второе. Есть слово? Ага, natural choice. Как бы обычный выбор. Обычный выбор или естественный выбор. Далее. Третье. Staff members. Staff – члены, ну, персонал. Персонал. Четвертое. Третье. Так, наверное, подходит больше take. Take phone calls. Принимайте телефонные звонки. Пятое. А, нет, ребята. Четвертое у нас будет answer phone calls. Отвечать на телефонные звонки. А вот пятое будет take care of. Заботиться о ком-то. Шестое. Burst into tears. Как бы заплакать. Разразиться слезами. Make a full recovery. Седьмое. Фул. Значит, сделать полное выздоровление. Восьмое. Forster home. Приемный дом. Девятое. Charity event. Благотворительные события. И десятое. Это a senior citizen. То есть, ну, престарелые граждане. Например, в Англии считаются люди, которых можно назвать senior citizen. Это тем, кому за 60. Далее, ребята. Шестое. Fill in the gaps with the verbs below in the correct form. Заполните пропуски словами ниже в правильной форме. Окей, давайте попробуем. Итак, my family, ну, можно сказать, donate. Но так как моя семья – это третье лицо, единственное число, то мы говорим donates с окончанием «с» на конце. Donates old clothes and books to the local charity shop. Моя семья жертвует старые книги, одежду и книги в местный благотворительный магазин. Далее. I volunteer once a week at a children's hospital. Volunteer, да. Один раз в неделю я работаю в качестве волонтера в детском госпитале. Далее, третий, ребята. Итак, третий, ребята. Many people support charities by giving money to them regularly. Итак, многие люди поддерживают благотворительные организации, давая им деньги регулярно. Четвертый. The fact that so many of Paul's friends came to see him in hospital after the accident really encouraged him. Итак, encourage в прошедшем времени с окончанием «ди». Тот факт, что многие люди пришли увидеть Пола в госпитале после инцидента, действительно его как бы дал мужество, да, поддержал его. И пятое. She liked the idea of getting involved with the local animal shelter and their campaign. Getting с окончанием «ing», да. И с двумя «getting involved», и с двумя буквами «t», «t» удваивается. Ей нравится идея быть вовлеченной в местный приют и их компанию. Итак, ребята, теперь переходим к заданию под цифр седьмому. Imagine you are Richard. Use the information in the text to persuade your partner to join you at the shelter. Вообразите, что вы – Ричард. Используйте информацию из текста, чтобы убедить вашего партнера присоединиться к приюту. Например, you can volunteer as often as you like. Ты можешь заниматься волонтерской работой так часто, как ты хочешь. И так далее. Ну, вы можете сказать, что you will help, you will take care of animals. Ты будешь заботиться о животных. And it is really rewarding. И это как бы, то есть, это будет неким вознаграждением для тебя. То есть, это оправдывается. Далее. You can take, например, some animals at home. Ты можешь взять животных каких-то домой. Ну, и так далее, и так далее. You make new friends. Ты заведешь новых знакомых. И, ребята, задание восьмое. Imagine you have just started doing some volunteer work after school. Вообразите, что вы только начали заниматься волонтерской работой после школы. Write an email to your English pen friend, persuading him, her, to do some volunteer work too. Напишите email вашему английскому другу по переписке, убеждая его тоже заняться волонтерской работой. Say, скажите, what kind of volunteering you are doing? Какой волонтерской работой вы занимаетесь? When and how often? Когда и как часто? What kind of jobs you do? Какую работу вы делаете? Why you think your friend should join you? И почему вы думаете, ваш друг должен к вам присоединиться? Итак, ребята, ваше письмо могло бы быть примерно таким. Дорогой Алекс, что у тебя нового? Так, давайте вот тут вот сделаем так. I started volunteering at the local hospital. Я занялся волонтерской работой в местном госпитале. Далее. Я хожу туда дважды в неделю и помогаю медсестрам заботиться о людях, которые в госпитале. I've made a lot of friends. Я завел много друзей. Так, далее. I should say that it is really rewarding. Я должен сказать, что это работа вознаграждает. I feel really good to do something for someone else. Я очень хорошо себя чувствую, что я делаю что-то для кого-то еще. You should think about coming with me sometime. Ты должен подумать о том, чтобы когда-нибудь пойти со мной. It's very rewarding. Мы уже написали. Хватит. Можно здесь поставить, ребята, точку. Your friend – Andrew. Твой друг – Andrew. Итак, ребята, это все, что касается модуля 6-го под буковкой A. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если видео вам помогло взамен. И мы переходим к модулю 6-го под буковкой B. Итак, задание первое. Map symbols and road features. Символы на картах и дорожные черты. Задание первое. Match the labels on the diagram with the words below. So, соедините знаки на диаграмме со словами ниже. Then use the words AH to complete the sentences 1-8. Затем используйте слова AH, чтобы заполнить предложение 1-8. Окей, давайте попробуем. Итак, ребята. Значит, первое. Это у нас буковка G. Hospital. Hospital. Далее. Второе. Это у нас буковка F. Bus lane – автобусная линия. Далее. Третье. Третье у нас буковка B. Zebra crossing – переход. Далее. Четвертое. У нас буковка A – traffic lights – светофор. Пятое у нас буковка C – это roundabout, то есть круговое движение. Далее. Шестое у нас буковка D – это pavement, тротуар. Седьмое у нас буковка H – это у нас junction. И восьмое у нас буковка I – это car park – парковка. То есть, ребята, junction – это, если что, перекресток. Итак, переходим к следующему заданию. Используйте слова, чтобы заполнить предложение 1H. Тоже давайте попробуем. Go round the – roundabout and take the third exit. То есть, едьте вокруг кругового движения и, значит, сверните на третий съезд. Далее. Второе. Walk on the pavement, not on the road. Второе – это D. То есть, первое – это C, второе – D. Идите по тротуару, не по дороге. Третье. Stop the traffic light. Is lights are red. Остановитесь. Светофор красный. Ответ A – traffic lights. Далее. Четвертое. Let's cross the road at the – at the – так, ребята, давайте перейдем до – at the zebra crossing. Да, ответ B – it's safer. Давайте перейдем дорогу по переходу. Это безопаснее. Ответ B. Пятое. Is there any room in the car park? Ответ E. Да, есть ли место на парковке. Далее. Two roads meet at a junction. Две дороги встречаются на перекрестке. Ответ H. Седьмое. You mustn't drive in the bus lane. It is for buses only. Ты не должен ехать по автобусной линии. Ответ F. Это только для автобусов. Восьмое. He must go to hospital to have an operation. Ответ G. Он должен пойти в госпиталь на операцию. Итак, ребята, а теперь мы с вами переходим к заданию под буковкой, под цифрой 2. Ребята, а между тем, обязательно подписывайтесь на канал, потому что он вам обязательно пригодится в следующем году, когда будет все очень сложно, и обязательно смотрите разбор контрольных работ и домашних заданий рабочих цитрадей. Итак, look at the symbols below. Which of them relate to sightseeing transport services? Do you have similar symbols in your country? Посмотрите на символы ниже. Какие из них относятся к зрению транспорту сервису? Есть ли такие похожие символы в вашей стране? Итак, car park – парковка, information – это сервис, информация, телефон – это тоже сервис, телефон, horse riding – это скорее всего к транспорту, дорога для лошадей, leisure center – какой-то центр отдыха. Это у нас, ой, извините, ребята, sightseeing – это достопримечательности, не зрение, извините, sightseeing – достопримечательности. Итак, leisure center – это скорее всего сервис тоже, public toilets – это тоже сервис, да, туалеты, water activities – занятия какие-то водные на воде – это тоже сервис. Park and ride – это скорее всего парковка и езда, это, наверное, все-таки к транспорту, так же как и cycle lane – дорога, велосипедная дорожка. Далее, museum – это sightseeing, достопримечательность. Nature reserve – природный резервуар – это скорее всего тоже sightseeing, достопримечательность. Кэмпсайт – место для кэмпинга – это, наверное, все-таки сервис больше. И castle – замок – это sightseeing, достопримечательность. Итак, ребята, теперь переходим к повседневному английскому. Imagine you live in the town on the map in exercise 1. Вообразите, что вы живете в городе на карте, в упражнении первом. Your partner asks you for directions to various places on the map, starting from the post office. Ваш партнер спрашивает у вас направление в различные места на карте, которые начинаются с почты. Итак, спрашиваем asking. Каким способом мы можем спросить? Excuse me, could you tell me the way to? Извините, не могли бы вы мне сказать дорогу к? Далее, is there a near here? Есть ли тут рядом? How do I get to from here? Как мне добраться отсюда куда-то? Do you know how I can get to… Вы знаете, как мне добраться до чего-то? Where is the nearest? Где ближайший там что-то, что-то? И отвечаем на вопросы, ребята. Replying. Yes, turn left, right, go straight on, ahead, until you get to the traffic lights, the corner. Итак, это варианты. Да, поверните налево или направо, либо идите прямо, или идите ahead, вперед, пока вы не дойдете до светофора или до угла кона. Далее, go past the – пройдите что-то, then take the first, second turning, потом поверните на первом или на втором повороте, или на road, дороге, street, улице, on the left, right, налево-направо, turn left, right, into – верните налево-направо на такую-то улицу. Далее, the – is, on, или to the left, to the right, just opposite, next to, after, before, behind, the – итак, что-то находится слева-справа, прямо напротив, рядом, за, перед, а, сразу после, перед, за – и так далее. Давайте посмотрим на пример. Excuse me, how do I get to the hospital, please? Извините, как мне добраться до госпиталя? Turn right into Stone Street, then go straight on until you get to Eaton Road, cross the zebra crossing, and turn left, down Eaton Road, the hospital will be on your right. Итак, поверните направо на улицу Стоун, идите прямо до тех пор, пока вы не дойдете до дороги Eaton. Перейдите по пешеходному переходу и поверните налево, на Eaton Road. Госпиталь будет справа. Итак, ребята, теперь перейдем к четвертому заданию. Прочитайте диалог и заполните пропуски вопросами. Есть два вопроса, которые вам не нужно использовать. Послушайте и проверите. Итак, ребята. Значит, excuse me, первый ответ – И. Do you know where I can get a bus to Blackpool Tower? Вы знаете, где я могу сесть на автобус в Blackpool Tower? Perhaps from the bus station, but I'm not sure. You could ask at the tourist information office. Возможно, на автобусной остановке, но я не уверен. Вы можете спросить в офисе для информации для туристов. Второе, ребята, ответ – B. Is it nearby? Он рядом? Yes. Just go to the end of the street and turn right at the traffic lights. It's just two streets down on the corner. Да, просто идите вниз по улице и поверните направо на светофоре. Он две улицы вниз за углом. Oh, thanks a lot. Третий, ребята, ответ – A. Do you mind if I ask something else? Ой, спасибо большое. Вы не против, если спрошу что-то еще? Sure, go ahead. Конечно, давайте. Четвертый, ребята, ответ – F. Can you recommend a good hotel? Вы можете рекомендовать хороший отель? Ответ – B. Yes, I've heard the Seaview Hotel is very nice. Да, я слышал отель Seaview очень хороший. Далее, ребята, пятый ответ – D. How can I book a room? Как мне забронировать комнату? I think you can book that at the tourist information center office tour. Я думаю, вы можете забронировать в офисе информацию для туристов. Oh, that would be great. Thanks. Это будет великолепно. Спасибо. You are welcome and enjoy your stay in Blackpool. Всегда, пожалуйста, и наслаждайтесь вашим пребыванием в Blackpool. Итак, ребята, а теперь мы с вами переходим к заданию пятому. Find sentences in the dialogue which mean. Найдите предложение в диалоге, которое обозначает. Sorry to bother you, but… Ребята, sorry to bother you, but… Так. Excuse me. Извините. Далее, ребята. I don't know for certain. Я не знаю точно. Эта фраза… Так. I'm not… I'm not sure. I'm not sure. Далее. Would it bother you? Это… То есть, это вас не затруднит? Например… Well… Do you mind if… Do you mind if… Далее. Do it. Do it – это go ahead. Go ahead. Your time spent here. Ваше пребывание здесь. Your stay. Your stay. Итак, ребята, и задание под буковкой B. Listen and read the dialogue. Take roles and read it aloud. Послушайте, прочитайте диалог. Займите роли и прочитайте его вслух. И, ребята, а мы с вами переходим к шестому упражнению. Read statements 1-7. Listen and say whether the statements are true, false or not stated. Listen again and check. Итак, прочитайте утверждение 1-7. Послушайте и скажите, являются ли утверждения правдой и неправдой, или о них не сказаны в тексте. Послушайте снова и проверьте. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться, и смотрите видео в следующем году, они обязательно вам пригодятся. Итак, первое. Sam and George have enjoyed their holiday. Sam и George наслаждались своими каникулами. Это правда. Ребята, ответ A. Второе. The weather hasn't been very good that week. Погода в ту неделю была не очень хорошая. И это тоже правда, это тоже ответ A. True. Третье. Sam enjoyed the donkey ride. Sam как бы наслаждался катанием на осле. И это false. Это неправда. Ответ B. Четвертое. А George still has to buy some gifts. Джорджу нужно было купить подарки. И ответ это тоже B. Это false. Далее. Это неправда. Пятое. The entrance fee to the sea life center is expensive. Уходной билет в центр морская жизнь. Он дорогой. И, ребята, это not stated. Про это не сказано в тексте. Ответ C. Далее. The sea life center is too far to walk to. Значит, этот центр слишком далеко, чтобы туда идти пешком. Ответ B. Это false. И последнее, ребята. Fish and chips are Sam's favorite food. Fish и... Рыб... Ну. Fish and chips, то есть картошка фри с рыбой. Это любимая еда Сэма. И, ребята, это ответ C. Not stated. Итак, ребята. А теперь перейдем к седьмому заданию. To the correct response to the statements, listen and check. Выберите правильный ответ к утверждению. Послушайте и проверьте. Ok. I'm lost. Can you help me? Я потерялся. Ты можешь мне помочь? Так. Ответ B. Of course. Where are you going? Конечно. Куда ты идешь или куда вы идете? Второе. Is the post office far from here? Почта далеко отсюда. Ответ E. No. Just a five minute walk away. Нет. Пять минут пешком. Третье. How often do the buses to the Zoran? Как часто ездят автобусы в зоопарк? Ответ D. About every half hour. Каждые полчаса. Далее, ребята. Четвертое. Is there a good cafe around here? Здесь, вокруг. Есть хорошее кафе? Ответ C. Yes. There is one just across the road. Да. Есть одно прямо через дорогу. И пятое. What's the best way to get to the airport? Какой лучший способ добраться до аэропорта? Ответ A. Take the number five bus from the station. Едьте на автобусе номер пять от вокзала. И, ребята, мы переходим с вами к заданию восьмому. Listen and mark the stressed syllables. Then listen again and repeat. Does the speaker's intonation rise or fall in each question? Послушайте, отметьте ударные слоги. Затем послушайте снова и повторите. Интонация говорящего поднимается или падает в каждом вопросе. Итак, давайте, ребята, попробуем. Первое. Could you repeat that? Ударный слог. Pete. Could you repeat that? Интонация поднимается. Второе. It's okay. Опять же, окей. Ударный слог. Интонация поднимается. Да. Еще раз. Is it okay to take one of these maps? These maps. Эти тоже два ударных слога. Окей. These maps. Интонация поднимается. Далее. Is the seat taken? Seat taken. Два ударных слова. Интонация вниз. Далее. Is there a news agent near here? Опять же, три ударных слова. News agent. News. Near. Here. Интонация опускается вниз. Итак, ребята. И задание девятое. You have been invited to a meal at Marco's restaurant. То есть, вас пригласили на покушать в ресторан Marco. You don't know how to get there. Вы не знаете, как туда добраться. Ask a passerby for directions. Спросите прохожего, как туда пройти. Use the dialogue and exercise for as a model. Используйте диалог упражнений четвертого в качестве модели. Record yourself. Запишите себя. Итак, ребята. Смотрим. Пример. А между тем, ребята, обязательно поставьте лайк, если это видео вам помогло. Как бы благодарность за него. И я тоже вам буду благодарна. Итак. Excuse me. Do you know where Marco's restaurant is? Is it nearby? Извините. Вы знаете, где ресторан Marco? Он рядом? Yes. Just go to the end of the street. And turn left. And it is just down on the next corner. Да. Просто идите до конца улицы. Поверните налево. И он. За углом. Окей. Thanks a lot. Хорошо. Большое спасибо. Ребята, встретимся в модуле шестом под буковкой Си. Всем удачки. Счастливо. Целую вас. Пока.